Откровение или мнение Я думаю, что вначале стоит вспомнить еще раз и поблагодарить Бога за нашего президента И хочу призвать всех верующих, чтобы мы молились за Трампа И он нуждается в этих молитвах, особенно в это время Я думаю, что многие люди, друзья, мы движемся или принимаем решения часто на основании мнения Мы слышим мнение и мы решаем, оно нам подходит, оно нам по духу Мы согласны, не согласны, на основании этого мы принимаем какие-то решения Но у верующих людей, я думаю, должно быть немножко больше, чем просто ориентация на основании мнения Верующим людям, присущим Вадимом Духом Святым, присущее еще руководство откровением Которое стоит намного выше и глубже, чем просто мнение Я хотел бы прочитать вам место, которое будет в основании нашей проповеди сегодня Римлянам 8 глава, 14 стих Написано, ибо все Внимание, все Дальше вопрос, входим ли мы в это число Вводим мы Духом Божьим Суть Сыны Божьи Новый перевод Все, кем руководит Дух Божий Дух Святой Если Он нами руководит Мы являемся Детьми Божьими Первый вопрос, который мы должны задать себе Получается ли это в моей жизни Могу ли я свой христианский стаж Весь свой христианский опыт Отнести к этому местописание и сказать, что Это в моей жизни работает Или мы можем просто искренно Перед нашим Господом, там же нет смысла ничего скрывать от Бога Сказать, Господь Вот это В моей жизни Не совсем работает Правильно сказано Духовно Но не совсем знаю, как жить Вот таким вот методом И мы сегодня с вами, друзья, поговорим О водительстве в жизни Водительстве Внутреннем Которое помогает нам принимать решения Помогает нам Делать выборы И также поговорим о водительстве О движении Которое приближает нас к Богу Что мотивирует нас Приближаться к Богу Что мотивирует нас Становиться или искать Быть более духовными Как вы думаете Вопрос на размышления Что должно повлиять На вашу жизнь Чтобы вы стали Мы стали Читать Библию больше И молиться больше Чтобы мы стали Менее плотскими И более духовными Как вы думаете Что должно В нашей жизни Повлиять или произойти Что должно двигать нами Какая сила будет двигать нами Чем мы будем руководствоваться Что заставит нас Двинуться В этом направлении Поэтому мы сегодня Поговорим о пяти Разных категориях Чем сегодня Движимы люди Чем сегодня Люди Водимы И первое из них Это мнение Люди Руководствуются Мнением Движимы Мнением Я думаю Что вы согласитесь С тем Что кризис Он заставляет Людей Думать Любое потрясение Резкие перемены Они заставляют Людей искать Искать выходы И пути Но часто Во время Кризиса Переполоха Хаоса Часто люди Руководствуются Мнением Особенно Во время Кризиса Когда особо И времени Думать Не дают Нужно быстро Резко Принимать Решения В наше время Сегодня Для многих Руководством Движения Ведомы Стали И верующие Это Ютубом Это Вайбером Это Разными Ссылками Пересылками Видео Мнениями Друзей Подруг Сегодня Как никогда Друзья Появилось Очень много Блогеров Влогеров Если вы не знаете Что это такое Это люди Которые На интернете Выпускают Разное видео Информацию Постоянно Регулярно Сегодня Кажется Самая популярная Профессия Это Влогер Это вот Ну На ютубе Кажется Платформа Работа Есть для всех Если живой Открывай аккаунт И начинай Говорить И начинай Говорить Все что знаешь Правда Неправда Говори Главное Чтобы было Жарено Интересно Рискованно Захватывающе Ну и Набирай лайки Даже вот Смотрю по моим детям Моя средняя дочь 8-9 лет У нее так вот оно Вот не знаю Вот такой сезон Мы живем Она папа Записываю видео Вчера вот были на океане И она представляется Мы находимся там-то и там-то Мы делаем то и то Рассказывают всем Как на волнах Нужно себя вести Там Со всеми попрощала Сказала Приезжайте в Джексонвилл Все видео закончилось Никто не учил никогда Ну вот кажется Вот Она же это где-то видела Вы же понимаете Что она же где-то Кто-то повлиял Кто-то научил И сегодня мы живем В таком вот мире информации И это интересно Что не просто Что этих Много появилось Этих видеорепортеров Но они же стали На нас влиять Кем-то это руководит Оно нам Тоже в жизни Либо мешает Либо помогает Здесь важно разобраться И Выдавая любую информацию Например на ютюбе Часто нам нужно заметить То что Эти люди Не все Но иногда Не несут никакой ответственности За ту информацию Которую они вам дают Вот это важно Здесь разобраться Они не несут Никакой ответственности За то что Они как бы сказали Что-то нашел Открыл Подумал Там Сегодня модно Теории Конспириуси Как это по-русски Теории заговора И так далее Это все Людьми движет Это как бы Такой Эффект Толпы Сегодня много Появилось Фейк новостей Новости Которые Ненастоящие Или непроверенные Которые иногда Могут быть вообще Неправдивые Сегодня можно Много монтировать Видео Вырезать Там Перекручивать Как бы Даже вот мою проповедь Можно так смонтировать Так все вырезать Из контекста Что вы будете в шоке Что я сказал И весь интернет будет Вырвали там Два слова Сложили Богдан сказал Поэтому друзья Настолько Нам нужно быть Внимательными И осторожными Чему мы доверяем И чем мы руководим И кем мы ведем То мы Особенно для верующих Друзья Особенно для верующих В последней моей проповеди Помните я говорил Что сегодня Ютуб стал более популярнее Чем Библия И Ютуб Это океан В котором можно Утонуть И отравиться Это вот об этом Мы и говорим Сегодня Что люди Часто стоят Ведомы Мнением Разные периоды В жизни Сезон Они бросают нам Вызовы Но сегодня Один из самых Больших вызов Это информационная Перенасыщенность Перегрузка Взрыв мозгов Настолько Информации Подается много Что вы иногда Даже аж Устаете Не все просматриваете То что вам Высылают Предлагают Иногда Кажется Аж Ну такой идет Вот гонка Ты вроде бы Дома сидишь Уже тебя физически Привязали Остановили А мозги Там Скорость идет Тебе же информация Грузят Бомбят Получается Атака идет С другой стороны Иногда еще Такие там Названия Просмотрите сейчас Его скоро Удалят Это видео Распространяйте Сегодня И ты так Задыхаешься Думаешь Не успел отправить Новые пришли И вот так вот Мы живем Под таким стрессом Давлением А Библия говорит Вводимые Духом Божьим И мы останавливаемся И я задаю себе вопрос А когда в моей жизни Я вот что-то подобное Ну реально переживал Ощущал Я возвращаюсь к этому И сегодня друзья Есть категория людей Которые сильно В Советском Союзе Было Помните Верили телевизору А сегодня некоторые Сильно верят Интернету Если сказал кто-то По Ютубу Значит Это правда Это может быть Совсем друзья Не так Коронавирус Которая пришла Сегодня в мир Многих это Подтолкнуло Как-то двигаться То есть люди Начали быть Ведомы мнениями Кто-то начал Запасаться Продуктами Я не говорю Что это плохо Друзья Нет Мудрость Это тоже хорошо Кто-то начал Паковаться Куда-то Переезжать Кто-то На основании Этого кризиса Принимает Решение Вопрос На основании Чего Кто-то Переезжает В Новую Зеландию Кто-то Переезжает На Гавайи Кто-то Еще куда-то Едет И за собой Кого-то Тянет И люди Иногда Спрашивают А что ты Думаешь А что ты Думаешь И вопрос Вот это Мнение Мнение Оно как бы Людей давит Оно как-то Толкает И здесь Нам друзья Важно понять Что есть Мнение Которое Людьми Вводит Руководит А еще Есть другой Уровень Есть сильное Мнение Которое Тоже Людьми Вводит И руководит А еще Есть третий Уровень Есть много Мнений И оно Еще больше Влияет На наши Решения На нашу Позицию А еще Есть четвертый Уровень Это мнение Непроверенное Мнение Оно тоже Нас иногда Куда-то Уводит А еще Есть мнение Которое выдается за откровение. Вот это еще более опасный путь. И тогда, друзья, нам важно разобраться, чем мы водимы в этой жизни. Кто руководит мною? Мнение или откровение? Вот когда был вирус, многие, конечно, правильно делали, пытались как-то сберечь свой иммунитет, укрепить. И было такое модное видео, гуляло по интернету, что нужно кушать джинджер. По-русски это имбирь, вы знаете, да? Но, с одной стороны, оно и до этого было полезно. До этого было полезно. Но там был такой один человек, который, не знаю, сколько раз прислали мне это видео. Посмотри и кушай. С одной стороны, полезный совет. Но, с другой стороны, друзья, когда мы прослушали эту лекцию, как нужно лечиться, потом там было сначала, что нужно его кушать, потом было предложение, что нужно этот джинджер привязывать к поясу, вот так вот на веревочке, как бы носить возле пояса. И мне один как бы пастор поделился, что у них как бы начали носить, начали привязывать вот эти веревочки там как бы. И не знаю, что еще люди бы придумали в карманах его носить, или не знаю, лишь бы им было благо. Но вот в чем как бы проблемка. Что потом, друзья, кому-то, Вадимому, Духом Божьим, пришла мысль проверить. И пошли, и проверили источник информации. Тот человек, который распространяет эту лекцию, который говорит. И мы так заметили, что весь христианский мир подсел как бы на этого доктора или на вот эту лекцию. Оказалось, этот человек, он просто кришнаит. Кришнаит — это лже-религия. Нет времени рассказывать, что об этом, о чем они, что они верят. Но это лжеучение заблуждения. И как я сказал, джинджер, он полезный и без них был, мы этого знаем. Но проблема, когда мы, люди, попадаем вот в такие ситуации, когда мы начинаем не просто впитывать, мы начинаем распространять, начинаем делиться, пересылать. Пришло, перешли другому. Распространи сейчас. И мы такие, это же надо. Распространяем, куда мы плывем, что нами движет. Мы же ничего не проверяли. Потом еще одно было очень популярное видео. Женщина одна рассказывала тоже, как нужно лечиться, что нужно кушать. Все в этот период вируса, когда люди очень чувствительны к информации, они хватаются, за любой выход ищут. Как сохранить себя от болезни. Потом узнаем, что эта женщина занимается йогой. Если кто знает йога. Это вообще, это Дух не тот, не Божий, далеко не тот. И сегодня многие снова верующие слушают, передают, пересылают. И мы как бы попали. Попали вот в такие ситуации, где мы, друзья, иногда можем забыть то, что Библия говорит, что дети Божьи, они водимы Духом Божьим. Вводимы не мнением. Вводимы не Ютубом. Хотя там может быть полезная информация, но когда мы не знаем источника, когда мы не проверяем, а еще важно, когда мы не имеем водительства внутри, то мы можем вот попасть на таких кришнаидов, на всех сектантов, на йогу, и мы же будем этим питаться, и это же и будет отражаться на наш дух. Вот почему вопрос, кем мы или ты сегодня водим. И мы иногда пересылаем, друзья, полуправду, а иногда распространяем вообще неправду. Но мы должны помнить, что только Слово Божье является одной правдой, абсолютной правдой, истинной правдой. И нам, верующим, сегодня нужно об этом очень-очень помнить. Например, пророчества. Пророчества сегодня тоже стали очень распространяться. По интернету, везде. Есть две крайности, друзья, есть две крайности. О пророчествах говорит Писание, пишет, мы об этом читаем. Первая крайность – это то, что пророков сегодня нет. Что они были во времена апостолов, сегодня их нет. Это одна крайность. А вторая крайность – что слушать всех и все подряд. Нет, не проверяя и не рассуждая. Это вторая крайность. Но, друзья, полностью отказаться от пророчеств – это неправильно, потому что среди разных лжепророков есть истины. И наоборот, это тоже может быть другая крайность. Когда человек не имеет своего руководства внутреннего никакого, абсолютно. Дух Божий в нем не действует, не руководит. Он только бегает по пророкам, ищет, читает, пересылает. Как-то мой отец называл этот симптом – духовная лень. Звучит как-то так странно – духовная лень. Когда человек сам копать не хочет, сам получать этой связи, откровения, водительства от Бога не хочет. Только хочет, чтобы ему сказали кто-то со стороны. Я, друзья, верю, что и сегодня Бог говорит, что и сегодня есть пророки истинные, которые тоже дают ориентацию в этой жизни. Например, пример таких людей в наше время – это один из которых я уважаю – Дэвид Вилькерсон. Он предсказал о том, что будет землетрясение в Японии еще в 70-х годах. И это вот в наше время, когда еще мы были живы. Он предсказал, что придет однополые браки, придут, узаконятся. Когда об этом еще казалось, это абсурд. Но он это сказал, что это будет, и оно сбылось. Вот это такие пророки, которые я говорю не только с деяния апостолов, они сегодня есть. И я знаю в своей жизни, не просто из книг, из рассказов, из моей жизни. Я знаю, что когда мне говорили, что вот это в твоей жизни будет, пророк подходил и говорил, и потом подтверждалось от разных людей, неожиданно, в местности, где я никого не знал, и меня не знали, и это в моей жизни сбылось, то я знаю на основании своего опыта, что такие истинные пророки, они есть и сегодня. Поэтому написано в Писании пророков – не уничижайте. Не уничижайте, не унижайте, потому что Бог и сегодня через этот дар может действовать. Но здесь нам важно разобраться в них, потому что их особенно в период вот этого кризиса, карантина, появилось очень много, как будто они в пять раз размножились. И столько пересылают, пересылают, пересылают. Я не знаю, сколько мне попересылали, я их устал. Иногда бывает, пришло пророчество, вам через Вайбер переслали, и там написано надпись – срочно перешлите, распространите. Смотрю, не знаю, кто прислал, когда, откуда. Мне надо прочитать и быстро кому-то переслать. Друзья, в этом есть опасность. В этом есть опасность. Первой фессалоникийцам написано, 5-я глава, пророчество не уничижайте, но все испытывайте. Что значит испытывайте? Значит проверяйте. 1 Коринфянам 14 глава 29 стих написано, пророки пусть говорят. А дальше написано, но очень важный принцип. Нам важно рассуждать. Это принцип, подход к любому пророчеству. А прочее рассуждайте. Не спешите переправлять то, что вы не знаете, что вам на Вайбер переслали 50 разных пророчеств, потому что вы не знаете, это откровение или это мнение, или это мнение, которое выдается за откровение. Потому что в этом есть опасность. Вот почему нам важно, друзья, сегодня в этом мире, как никогда, иметь вот это руководство в Духе. Водимое Духом Божьим, а не Дети Божьи. Вот это водительство в Духе Божьем, насколько оно в нашей жизни проявляется и работает. И важно проверять, важно рассуждать. И мне, например, больше я уважаю, например, тех, которые что-то предсказали до кризиса. Не во время, а до. Например, вот, пример Диане 11 глава. Пророк Агав пришел и сказал, будет голод. До того, как он вообще настал. И был голод. Вот это Божье слово. Четко, ясно. Его легко можно проверить. Вот это то сегодня, о чем нам стоит, друзья, рассуждать. А что вы скажете, если вы услышали пророчество от кого-то другого? Или откровение какое-то вам кто-то передал? Как здесь реагировать? Как быть? Первое, сверяй это всегда со Словом Божьим. Это абсолютный авторитет и истина. Непоколебимо. Если пророки бывают разные, есть лже-пророки, есть истинные. И вот там вот важно разобраться. То Слово Божье это абсолютная истина. Всегда сверяй со Словом Божьим. Дальше рассуждай, как написано в Писании. Рассуждай. И ищи водительство Божьего внутри. Потому что дети Божьи, они водимы Духом Божьим. Если Дух здоровый, духовный иммунитет здоровый, он может как-то разобраться, ориентироваться. Он всегда возьмет время. Он помолится, он подумает. Он поищет соединение с Богом, чтобы разобраться в информации. Вот почему сегодня, друзья, для нас это важно. Как вы думаете, почему Бог, кажется, не открыл нам будущее о том, что придет такой глобальный кризис в мир? Коронавирус. Возможно, можно сказать, что, ну как, Бог открыл кому-то, может быть, где-то. Я допускаю. Но глобально, вот так вот во всем земном шаре, чтобы все верующие, все церкви знали, по крайней мере, те, которые доверяют Духу Божьему, что это будет. Вы знаете, друзья, у меня мысль, что возможно, возможно, что у такого глобального не было предупреждения, потому что люди всегда хотят знать будущее. Даже неверующие люди в Советском Союзе ходили по гадалкам, ходили к чародеям, и на руке им говорили их будущее. Из-за этого даже деньги платили. И сегодня люди не против, в принципе, знать, искать, знать будущее. Но главный вопрос, зачем им это будущее знать? Как вы думаете, зачем? Очень простой ответ, чтобы его контролировать. А если я не могу контролировать, то хотя бы влиять на него. Сделать все возможное, чтобы повлиять на это будущее, если оно будет не такое, как мне нравится, чтобы его изменить. Человек, он настолько иногда неосознанно привык жить, чтобы вся ситуация была под его контролем. Что когда ситуация выходит из-под нашего контроля, нас это просто, мы теряем все основание, нас это взрывает, нас это просто раздавливает, поддавливает. Любая ситуация из-под контроля выходит. Это может быть экономическая, это может быть семейная, это может быть правительство, это может быть физическая болезнь. Мы хотим контролировать. И мне кажется, друзья, что возможно Бог как будто бы специально допускает такие репетиции, чтобы человек знал и запомнил, не все под твоим контролем. И вот так придет Христос. Вот именно вот таким образом. Придет неожиданно. Придет как тать ночью. Придет вот именно вот таким путем. Для нас это просто репетиция. Во благо нам. Чтобы мы поняли, как иногда нам нужно доверять полностью и всецело Богу. 1 Иоанна 4 глава написано, первый стих. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Потому что много лжепророков появилось, уже появилось в мире. Поэтому, друзья, нам важно бодрствовать и иметь вот это внутреннее руководство. Водимые Духом Божьим. Водимые Духом Божьим. Вот те из сыны и дочеря Божьи. Итак, первое, чем люди руководствуются сегодня в жизни, они движимы мнением. Поэтому каждый раз, когда вы принимаете решение, на основании информации задавайте вопрос, это мнение или откровение? Личное откровение должно быть внутри нас. Второе, друзья, чем люди движимы сегодня, это страх. Люди вводимы страхом. Если люди движимы страхом, особенно это проявляется во время каких-то кризисов, часто страх даже как-то помогает людям приблизиться к Богу. Иногда кажется, страх он даже как будто на пользу, что-то такое потрясение, серьезное, тупиковая ситуация, безвыходность, и человек как-то невольно вроде бы поворачивается к Богу. Но все, что основано на основании страха, друзья, страх может привести к Богу, как-то повлиять может. Но дальше, друзья, страх он не сможет сохранить тебя с Богом. Я сейчас расскажу на основании Писания, что я имею в виду. Да, иных можно как бы, вот страхом спасайте. Но смотрите, что происходит в реальной практической жизни. Помните, когда в Нью-Йорке упали башни? Это был переполох в Америке и во всем мире. Кажется, такое событие. И какой был эффект после падения этих башен? Церкви в Америке, особенно в Нью-Йорке, в то время после этой катастрофы переполнены были. Помните историю? Это не так давно было. Было большой поток людей в церквях. Почему? Кризис. Страх. Потрясение. И люди повалили в церкви. Следующий вопрос. Как долго это продлилось? Ну, я думаю, что вы, мы все понимаем, что это было недолго. Недолго. И вот это движение в сторону, навстречу Бога, оно как-то быстро остыло. Казалось, куда оно делось? Потому что первоначальным, казалось, их движение к Богу, они, Вадимы, были страхом. Возьмем нынешний пример сегодня. Когда пришел карантин, вирус, люди болеют, умирают, страх, кажется, такой везде. Кажется, мир, никто не думал, что такое может быть в мире. И люди под этим страхом, кто-то предсказывает голод, кто-то предсказывает обвал экономики, люди под этим страхом тоже повалили в церкви, онлайн-церкви. Друзья, представьте, каким нужно быть заинтересованным, чтобы смотреть онлайн-церковь. Если придешь в церковь, там хоть с кем-то увидишься, поздоровишься, какое-то живое общение, разнообразие, а тут ты дома, у тебя же интернет, это океан выбора в решении. И люди под этим страхом повалили в церкви в такой массе, как никогда в истории христианства. Друзья, я повторю, люди смотрели церковь онлайн, как никогда в истории. Приведу вам пару примеров. Может быть, вы знаете такого проповедника Дженсон Фрэнклин, церковь в Атланте. Вот этот пастор, его церковь, когда начался карантин и кризис, в один период смотрела полтора миллиона людей, комбинируя все платформы вместе. Задумайтесь, друзья. Служение смотрели полтора миллиона людей. Вы представляете? Зала такого нету на земле, который бы вместил это. Еще вам пару примеров. Например, есть церковь, дальше можно показать фотографию. Джоэлл Остин, Тексис, одна из самых тоже больших церквей. Его смотрело в одно служение более 700, по-моему, 760 тысяч. Представьте себе, 760 тысяч. А под каждым подключением онлайн еще может сидеть же, вы знаете, 3-4 человека. Представьте, какая масса людей смотрела церковь онлайн. Ну и другие там примеры. Стивен Фердик тоже. Больше 700 тысяч людей смотрели онлайн. До этого, казалось бы, никого не заставишь. Какой онлайн? Друзья, вот эти номера говорят нам о том, что люди повалили в церковь, кажется, еще больше, чем во время падения башень. Потому что 700 тысяч людей, ни одна церковь, здание не вместит. Вопрос, друзья, теперь к нам более актуальный. Как долго вы думаете это продлится? Как вы думаете, долго продлится, что миллион человек будет смотреть церковь онлайн? Вы понимаете, к чему мы сейчас, к выводу, к какому мы идем? Чем люди Вадимы? Что движет человеком? Как вы думаете, наша церковь и все церкви, которые смотрят нас онлайн, после короны, после этого кризиса, сколько людей начнет ходить на молитву? Сколько раз больше будет людей? У нас была молитва в понедельник. Как вы думаете, сколько людей начнет больше молиться после такого потрясения мирового? Начнет больше читать Библию. Как вы думаете, сколько? Вы не думаете, что уже, уже пошло такое потепление? Карантин снимают, мы на солнце выходим, уже как бы все не так и страшно, чеки от Трампа получили, кажется, ну все как бы так и нормально вроде бы. И в холодильнике есть, что так аж интересно, как это было все. Но и так вот мы так вернулись в свои как бы, в нашу норму. Но когда пришло потрясение, мы так раз как будто бы к Богу так нас, как чуть-чуть как бы так, как-то чуть больше стали молиться, и с семьей стали собираться. И это все хорошо и правильно, друзья. Вопрос, как надолго этого хватит? История, наши примеры жизненные, примеры нашей церкви показывают, друзья, что нет, не так сильно все повалили на молитвы. Кто-то может сказать, ну я дома молюсь лучше, мне вот атмосфера дома, там недостаточно, может, духовно. Если ты дома делаешь, слава Богу, а если ни дома, ни в церкви, то тогда этот урок для нас. Вы понимаете, друзья, что вот это местописание, водимые Духом Божьим, вот они сыны Божьи, вот это дети Божьи, на них не влияют кризисы. Внимание, церковь. Водимые Духом Божьим, они на молитвы ходят не из-за короны, они на молитвы ходят не из-за того, что голод будет. Когда голод будет, я думаю, у нас чуть-чуть больше будет ходить на молитвы. Но причина, чем водимы люди? Мнением, страхом, потрясением. Но вы знаете, что лучше откровение, чем потрясение. Потрясение, оно влияет. Но лучше, правда, хочется, чтобы пережить откровение, а потрясение пусть другие переживают. Вот почему, друзья, нам важно, вводимые Духом Божьим. Вот это то, что людей по-настоящему приблизит к Богу, и оно их, они останутся с Богом. Вот почему для нас сегодня, для верующих, такой вопрос, такой урок, а что же мной движет? Что на меня должно повлиять? Что меня должно взорвать, чтобы я стал более духовным? Луки 21 глава 36 стих написано, «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Друзья, это сказал Иисус Христос ученикам своим, рассказывая им о ужасном будущем, которое грядет в то время, и Он говорил о разрушении Иерусалима. Смотрите, друзья, сказав такую, как бы, ужасную новость, следующий вопрос логический, окей, Иисус, будет плохо, будет очень тяжело, что нам делать. А теперь вот во всей этой информации хочется, чтобы верующие разглядели, сейчас много советуют, как я сказал, много мнений, что делать, как действовать. Вот нужно разглядеть вот это, вот это, что Христос сказал, как нужно вот в этих ужасах сориентироваться. Бодрствуйте на всякое время и молитесь. Всегда бодрствуйте, не только во время кризиса. Всегда молитесь, дабы вам избежать, дабы вам быть готовым, дабы вам правильно сориентироваться. Вводимые Духом Божьим, они суть сыны Божьей, но не вводимые страхом. Сегодня многие даже в церковь приходят из-за страха, чтобы не попасть в ад. С одной стороны, хорошее, правильное, выбор правильный. Но вы понимаете, что вот это вот водительство наше должно быть не на основании страха. И Бог даже сопоставляет вот страх по сравнению с водительством Божьим. Римлянам 8 глава, 14 стих. Ибо все водимые Духом Божьим суть сыны Божьей. И дальше смотрите, какой противовес. Потому что вы приняли не Духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Видите, вот два водительства, которые явно сравниваются, друг возле друга подчеркиваются. Не страхом руководствуемся мы, верующие люди, но Духом Божьим. Потому что мы приняли этого Духа усыновления. Для нас сегодня это очень важно. Это для нас сегодня главная проблема или кризис нашего христианства. Друзья, это наша внутренняя неготовность. Разрешите повторить. Наша сегодня главная проблема нашего христианства для многих, к сожалению, это внутренняя неготовность. И возможно иногда где-то неспособность вот быть вводимым Духом Божьим. Потому что те, которые Духом вводимы, у них паники нет. Там все тихо и спокойно. Там есть другая реакция. Вместо страха «Вау, так значит Христос скоро придет». Друзья, я вас поздравляю. Вы слышали когда-нибудь такой текст-месседж, что-то рассылал вам? Друзья, поздравляю вас, Христос скоро придет. Друзья, я вас поздравляю, срочно пересылайте всем остальным. Христос скоро придет. Давайте будем радоваться. Так голод будет, значит Христос скоро будет. Так кризис будет. Так же мы скоро умрем. Значит ближе к Христу будем скорее на небо. Друзья, всех вас поздравляю. Пересылайте срочно это объявление, потому что скоро удалят. Правда кажется мы вообще как будто в ту сторону не думаем. Мы настолько приземленные, настолько приземленные в нашей этой жизненной такой земной суете, что как будто бы мы и верующие. И вроде бы и Дух Святой есть, и Духом Вадимы, а нас как затягивает, вот так вот в сторону уводит как бы. И нам важно друзья здесь не потеряться, разобраться. Бог вот этим снова подчеркивает, что точно так же христиане неожиданно точно так же придет пришествие Иисуса Христа. Эта ситуация она просто вскрыла иногда нашу неготовность к встрече со Христом. Это было просто прелюдия. Люди сегодня больше готовы огороды копать, больше готовы серебро скупать, больше готовы чемоданы паковать. А вот духовно, духовно это то, к чему мы должны стремиться. Церковь Иисуса Христа. Вот нам важно здесь не растеряться. Главное, чтобы мы понимали, что мы должны быть водимы Духом Божьим. А мы часто настолько приземлены, настолько мы живем земным, что мы даже и не сильно рады, что скоро будет пришествие Иисуса Христа. Матфея 7, 13 написано «Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им». Как кажется, мы относимся к этому количеству группе многих. Многие написано, многие идут им. И дальше «Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие, как аж читать больно, немногие, то есть меньшинство мало, таких, кто идет им». Как хочется, друзья, чтобы мы, вы и наши дети были в числе немногих, в числе немногих, которые там находятся, которые идут этим путем жизни. Друзья, я благословляю вас и призываю вас, давайте мы будем вместе идти этим путем, давайте мы будем вместе стараться идти таким путем, следующие друзья, это люди вводимы чудесами. Нету, наверное, времени у меня проходить по всем пунктам, но это тоже еще одно водительство, то, что кажется, людей приближает к Богу или приблизит к Богу. Боже, если ты меня истилишь, я буду тебе служить. Если атеист говорит, если воскреснет этот из мертвых, то я поверю, что есть Бог. Я верю, друзья, что и сегодня Бог, Он есть Бог чудес. И сегодня Бог может все, абсолютно все. Бог может исцелять и сегодня, потому что Он Бог. Он, Он, Он может, Он все может, Он суверенный Бог. Иногда не по нашим расписаниям, графикам и заказам, потому что Он Бог, не мы. Он Бог. Но, друзья, важно здесь еще тоже понимать, что нашим водительством настоящим должно быть снова что-то другое. Иоанна 2, 23. Многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Смотрите, чудеса, реакция, уверовали. И дальше, реакция Иисуса. Но сам Иисус не вверял в себя им, потому что знал всех их. Он знал, в других переводах написано, что у них в душе, знал, что у них в сердце, знал, что ими двигало, что ими водило, что ими руководило. Это вот эта гонка за чудесами, за сверхъестественным. А Христос сказал, блажение невидящее, но уверовавшее. Не увидеть, но уверовать в Него даже без этого чуда. На основании того послания Евангелия и жертвы Иисуса Христа. Вот почему сегодня, кажется, если бы у нас были чудеса, дай Бог, никто не против, но кажется, у нас бы сейчас все бы люди стали верующими, кажется, все бы пришли к Богу. Я вам просто на память приведу одно событие. Исход, 15 глава, 22 стих. Моисей, перешли Красное море по суше. Казни египетские. Кажется, этот народ в тот сезон увидели больше чудес, сверхъестественных, чем любая нация или генерация на земле. После того, когда они прошли море, перешли через три дня, внимание, через три дня, представьте, чтобы нам сейчас перейти наш Атлантик, да, по океану. Кажется, на всю жизнь бы хватило такого чуда. Нет, стержень не в чуде. Водимы мы к Богу, приближаемые не на основании этого. Связь в другом. Связь в другом. Мы водимы Духом Божьим. Мы рождены от Бога. Вот что нас к Богу приближает и с Богом делает связь крепкую. А те люди, которые видели чудеса, они начали роптать. Роптать на Моисея, роптать на Бога. И это сегодня для нас как пример, как иллюстрация, что ни чудо, ни страх, ни мнение, оно к Богу по-настоящему тебя не привяжет. Привяжет что-то другое. Даже точнее сказать, не привяжет, а ты сам захочешь. Выберешь этого водительства в своей жизни. Вот почему сегодня, друзья, нам важно понимать, что мы должны быть водимы Духом Божьим. Четвертое. Водимы нуждой. Люди сегодня иногда тоже приходят к Богу, иногда в бедных странах и у нас, когда они просто их жизнь зажала, прижала и не пришли к Богу. Потому что не было другого выхода, просто была безвыходность. Но снова здесь хочется сказать, друзья, что Иоанна 6, 26 Иисус сказал таким людям, вы ищите Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели и насытились. Просто физическая потребность, вот это и вся мотивация. Физическое здоровье, вот это и вся мотивация, почему люди идут к Богу. Но Христос подчеркивает и дальше объясняет, но не старайтесь о земном, о пище тленной, о всех материальных ваших проблемах, не в этом смысл жизни. Это не значит, что нельзя работать или заботиться, понятно, что это все на своем месте, но это не должно быть приоритетом в нашей жизни. Вот почему Христос говорит, не на это фокусируйтесь, потому что он обличает тех людей, которые вроде бы пришли к Богу, но это все из-за гуманитарной помощи. Пришли к Богу, потому что ну просто вариантов не осталось. Люди часто движимы, кажутся водимы, нуждою, но Бог ожидает другого. Водительство, чем должны быть водимы людям, это Духом Божьим, возрожденные люди, которые внутри нас. Ни чудеса и ничего остальное, это все мелкий уровень. Есть более глубокий уровень водительства внутри нас. И последний пункт наш, это вводимое Духом Божьим. Вот это цель для всех христиан. Вот это то, чему я хочу научиться. Читая это местописание, я был сам обличаем, Духом Святым, я сказал, Господь, я вот этого хочу в своей жизни больше. Потому что часто мы подвергаемся мнениям, нас уводит, где-то засасывает. Хочется сказать, церковь в живой потоке, всех, кто слышит нас онлайн. Давайте будем вместе, вместе будем искать именно вот этого водительства, что нас не уведет от Бога, что нас приведет на молитву, к Библии, к чтению Писания, не из-за потрясения, не из-за кризиса, не из-за того, что заболел, а потому что в тебе внутри есть вот это водительство, ты принадлежишь Богу, ты рожден от Бога, ты любишь Бога за то, кто Он есть. Твои мотивы, это не потребительские. Не просто, Боже, дай мне, когда надо, я приду к тебе. Важно отметить, что водимые Духом Божьим могут быть только те люди, которые рождены свыше. Которые рождены от Бога. Только в том случае это сработает. Это важный процесс, очень важный процесс. Когда Никодим пришел к Иисусу, помните, он сказал, такие чудеса, которые ты творишь, никто не творит. Это слова Никодима. Он сказал, точно вроде бы с тобой Бог. А Иисус вообще не впечатлился чудесами. Он ему говорит, Никодим, ты вообще в жизни не разобрался. Если ты не родишься от воды и от Духа, ты не можешь войти в Царствие Божье. Христос, как будто бы все чудеса так раз и перечеркнул, не в этом стержень жизни твоей, не на этом все держится. как часто мы от Бога требуем чудес. И слава Богу, что Бог иногда нас милует и дает. Но помните, когда от Иисуса требовали Ирод и остальные, он даже их не делал. Потому что он хочет, чтобы наши отношения были основаны на чем-то другом. Вадим, и Духом Божьим суть Сыны Божьей. И вот если сейчас показать вот эти пять пунктов, слайд, чем, Вадим, ты, дорогой брат и сестра, в этой жизни? Пять вариантов. Можете себе это сфотографировать, если желаете. Вот в жизни, когда приходит кризис, без кризиса, вопрос очень практичный. Что вы думаете заставит нас читать больше Библию? Что заставит нас больше вкладывать в духовное? Что заставит нас больше посещать молитвы? Первый, мнение. Второе, страх. Третье, чудеса. Четвертое, нужда поставит на колени. И пятое, Дух Божий. Рожденные от Бога, возрожденные от Бога люди, это непоколебимые люди. Они не от кризиса зависят, и от внешних факторов они не зависят. Они и до короны на молитве, и после. вводимые Духом Божьим. Духом Божьим. Друзья, как хочется сегодня нам сказать, друзья, всем, давайте мы будем этому учиться. Уважаемые христиане, все, кто смотрит нас онлайн сегодня, я призываю вас, я сам хочу учиться. Этот стих, он очень духовно и красиво звучит. Как жалко, что он так редко работает. Вводимые Духом Божьим. Вот это дети Божьи. Вот это то, что ими движет. На основании этого они решения принимают, выборы принимают, реагируют на любую информацию. Вы скажете, как это практически работает? Это правильный вопрос. Первое, это Слово Божье. Когда человек пребывает в Боге, пребывает в Боге, не просто заходит к Богу, пребывает, это такое постоянное состояние, пребывает в Боге и в Его Слове. Написано, кто пребудет в Нем, пребудет в Слове, то это влияет на твое водительство. Твой Дух стает чувствительным к действиям Божьим. Ты начинаешь различать, что Божье, что нет. Слово Божье, Слово Божье, Слово Божье, которое тебе открывается иногда лично, как будто ты читал этот стих, раньше знал, но вдруг этот стих для тебя оживает, и ты его понимаешь, это тебе Бог сказал лично. Такое бывало в вашей жизни? А как давно оно было? Вот это одно из видов, как на практике это работает. Второе, второй такой практический метод это откровение. Иногда это может быть сверхъестественное откровение, или пророчество, или видение, или сновидение. Бог иногда и так говорит тоже. Третий метод это просто мысли. Иногда ты просто знаешь, что ты знаешь, ты не можешь объяснить, почему, но ты знаешь, и ты знаешь, что вот это мысль в твое сердце вложил Бог. Ты об этом не думал, это точно не о дьявола, ты даже удивляешься, как ты об этом подумал. Это ты просто в захвате от того, что ты чувствуешь. Это вот что-то изнутри, такое свежее, такое божественное, такое вот Божье, которое тобой руководит. Четвертое, это может быть просто внутреннее откровение. Внутреннее, это не сверхъестественное, такое какое-то там слово или видение, а просто внутри, понимание. Библия говорит о духовных дарах, это может быть слово знания, слово мудрости. Это вот эта внутренняя такая интуиция, когда человек просто знает, что вот так нужно действовать, вот так нужно реагировать, отвечать. Друзья, мне так хочется этому научиться. Я вот вам проповедую и самому, говорю, Господь, я этого хочу, я так этого хочу, Господь. В этой жизни сегодня так трудно разобраться, все эти теории и конспирации, кажется, ну где же это правда, как разобраться в этой правде. Представьте себе, что если нам взрослым тяжело, как нашим детям тяжелее разобраться в этом, как хочется кричать, Господи, научи нас быть вводимым и Духом Божьим и только Божьим Духом. Помоги, Господь, как-то научиться именно так жить. Иногда, друзья, это просто еще один внутренний метод, это внутренний мир и покой. Внутренний мир и покой. Колоссянам 3, 15 написано, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны. Новый перевод. Внимание. Пусть вашими сердцами руководит мир Божий. Не мир, который зависит от обстоятельств. Мир земной, как только что-то не по-нашему, мир сразу улетает. На этом мире ничего не построишь. Мир Божий, он непоколебим. Он не просто нам дан, друзья, церковь, не только, чтобы нам было хорошо, не только для этого, но написано, пусть этот мир руководит. Представляете? Пусть он руководит. Вот когда нужно принимать решение, этого мира нету. Вот пусть мир руководит. Это еще один метод, как Дух Божий действует в жизни людей. Друзья, мы идем с вами к молитве. Написано в Писании, Галатам 5,16, «Я говорю вам, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение и плоти». Мне очень нравится еще, что написано в Писании, Филиппийцам 2,13, что Бог, внимание, это к верующим, производит в вас хотение и действие. В вас это в ком? В людях, которые принадлежат Богу, потому что они Божьи, у них Дух возрожденный, они рождены от Бога. Вот там Бог имеет вот эти антенны настроены с Богом. Он производит в вас хотение и действие по своему благоволению, по своей воле. То есть подтверждается то, что есть такой статус или уровень, когда в людях Бог руководит и ложит им желания. И здесь важно разобраться, это мое желание, это желание дяди из Ютуба, это мнение, это откровение или это от Бога в мой дух. Новый перевод написано, Бог совершает в вас работу, побуждая вас, вкладывая в вас желание. В английском переводе написано, дает вам God is giving you the desire and the power. Бог дает не только желание, но и силу тебе, способность это исполнить. А вот уже выбор только за нами остается. Но Бог вот так вот людьми руководит, дает желание по Его воле, как действовать и как поступать. Давайте мы поднимемся на ноги. Сейчас мы будем молиться. Вы можете склониться, если вы желаете, на колени. Мы сейчас, если можно, споем какую-то песню, куплет, припев. И просто хочется сказать, Господи, научи нас руководствоваться Твоим Духом. Всегда задавайте вопрос на информацию, которую вы получаете. Это мнение или это откровение? Это мнение непроверенное или это откровение? Это чье-то мнение? Это много мнений или это мое личное, внутреннее откровение? И водительство от Бога Живого во имя Христа Иисуса. Аминь. Молимся, дорогая церковь.